Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня хочу вам рассказать о пряже Puma, изготовленной по германской технологии. Это 100% австралийский меринос, Color City производитель и 700 метров 100 грамм. Высококачественная пряжа, очень приятная, очень мягкая, нежная. Эту пряжу нам предоставил магазин Ажур для проведения марафона по вязанию собачки. Поэтому, провязав эту собачку, я составила свое собственное мнение по этой пряже и сейчас хочу вам о ней рассказать. Приятная на ощупь, мягкая, нежная, но мериносый он, мериносый есть. У этой пряжи есть своя особенность, она очень скользкая. Она настолько скользкая, что, видите, она даже в мотке не держится. При попытке смотать ее в две нитки, она очень тоненькая, поэтому я вязала в две нитки. При попытке смотать она просто даже не хочет держаться на клубочке, то есть она разматывается. Очень скользкая нитка. Держать ее в таком виде тоже невозможно, потому что она скользит. И в процессе вязания она ведет себя как пружинка, то есть очень плотно стягивается, даже не скажешь, что в ней отсутствует синтетика. То есть скользкая и пружинистая, такая вот совсем. Даже тоненькое полотно, связанное в одну нитку, держит, как будто бы это прорезиненная ткань. Очень хорошо держится. Из плюсов, не красится, практически не деформируется, даже немножко, видите, выстиранный образец, немного больше, чем нестиранный. И еще, что интересно, паровая машина не разглаживает полотно. То есть, видите, обработано парогенератором, причем очень хорошо так попыталась я его прогладить, чтобы образец вам показать. Не разглаживается, то есть полотно подкручивается, даже несмотря на то, что свяжено достаточно рыхленько. Не разглаживается и пружинит сильно. Для хранения мне придется каждую матушку заматывать отдельно в бумажку, чтобы она не распалась на отдельной ниточке, потому что вот такое вот происходит с ней, она вообще не держит форму из-за того, что скользкая нитка. Зато машинка вяжет идеально, просто идеально, любая и Сильвер, и Нева, ну Нева вообще ест любую пряжу. Сильвер более капризен, ему нравится. Очень легко идет вязание, не то, что не застревает, а машина как будто даже не замечает эту пряжу, летает. Идеальная провязка. Машинки очень легко вязать, несмотря на то, что написано для ручного вязания. То есть для вязальной машинки идеально подходящая пряжа. В одну ниточку отлично вяжет простое полотно резинки, в одну нитку, конечно, тонковато. Резинки надо вязать в две нитки. И вот сейчас хочу показать вам полотно, связанное в две нити. Оно вот такое немножко резиновое, плотненькое, несмотря на то, что плотность достаточно рыхлая. То есть собирается хорошо, форму держит отлично. Не деформируется, мы вязали атипичную собаку. Она прекрасно выдерживает набивание набивочным материалом. То есть полотно не расползает и через него набивка не торчит. То есть очень плотная, качественная нитка. Учитывая особенности этой пряжи, могу порекомендовать вязать из нее вещи, которые вы планируете носить плотно по телу, в обливочку. Бадлоны, платье в обтяжку, резиновые вещи. Вот если вы хотите, чтобы четко сидело по фигуре, идеально. Не надо делать, ну как обычно вяжут бадлоны, делают либо уменьшают свои размеры на пару сантиметров, для того, чтобы плотно сидело, либо растягивают образец при расчете петельной пробы. Так вот эта пряжа прекрасно сама будет держаться. То есть она будет немножко как резиновая. Она будет облегать ваше тело без дополнительных усилий. Учитывая эти особенности, ниточки, я рекомендовала бы из нее вязать вещи, которые вы хотите, плотно сидящие по телу. Бадлоны, какие-то свитра, которые плотно сидят, футболки, отлично будут сидеть, поддерживать тело. Потому что вот такая резиновая структура, она очень хороша именно для таких вот плотненьких, плотно сидящих по телу вещей. Цвета красивые, яркие, еще раз, не красятся, не деформируются в процессе тепловой и влажной обработки. Из этих ниточек мы связали не только собаку, но и шапочку. Шапочка, собака-шапка, поскольку год собаки намечается, мы связали шапку с ушками. Шапка резиновая, ушки связаны кулиркой. Вот так эта шапочка выглядит без манекена. Ощущение от связанного полотна. Плотная, поскольку, видите, ушки не падают. Они держат форму, несмотря на то, что они связаны просто кулиркой, они не резиновые. Держат форму отлично, не сминаются, никуда не падают. Резиновое полотно отлично держит форму, видите, шапка практически безразмерная. Ее можно натянуть на любую голову, но вот так она отлично садится. От ребенка до папы. Всем подойдет. На Новый год шапка универсальная. По ощущениям тактильным. Не скажу, что она как пух мягкая, нет. Плотное вязание, но при этом нежное. Нигде не колет. И когда прижимается к коже, ощущение очень приятное, теплое. Тепло идет. Это же все-таки меринос. Несмотря на то, что по ощущениям он больше похож на хлопок. Такое чувство, что нитка хлопковая. Небольшой блеск. Хлопок с блеском. А на самом деле это стопроцентный меринос. Плотное вязание. Держит форму, не падает. Греет. Нежное. Ниточки самые приятные впечатления оставляют и от вязания, и от прикосновения. Ощущать эту пряжу на себе, на теле, очень приятно. Такое ощущение, что присутствует эластан, хотя в составе он не заявлен. В составе просто стопроцентный меринос. Общее впечатление от этих ниточек очень приятное. Поэтому рекомендую вам их приобрести и попробовать связать какие-нибудь нежные, аккуратные вещички. А также обязательно заходите в магазин Ажур. Большой выбор ниток. Очень вежливые и доброжелательные продавцы. Я думаю, что вам этот магазин понравится. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, нажмите кнопочки соцсетей. А также подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы видеть уведомления о новых уроках и анонсах, находясь на YouTube. Нажмите на колокольчик после подписки на наш канал, и вы будете получать дополнительные сообщения на вашу электронную почту о новых видео нашего канала. Под этим видео ссылки на наши группы в соцсетях. В них выкладывается фотоотчет работ наших учеников. Подписывайтесь в наши группы и не пропустите наши уроки. Ваша Наталья Некрасова.